друзья 10 дней но если быть точным 9 дней они тута никто ничего не убирал никто ничего не чистил вот это уже почти 10 ну завтра будет 10 дней хочу сейчас замерять сколько ж примерно там внутри у яме уже сколько навоза ось поделиться прошло вы их не бачили 8 дней че 9 днів скажи пидросклищене цити шо мы их важили 35 килограмм булы текай вот это такие насыпаю ну я нехтёк всегда есть но я до сипа и утром шоркаюсь и до сипа и и И так же сразу набираю воду, пока тут окручусь, воду набираю, надо пружину поставить, чтобы не этот, вот таким образом, пойти. И кстати, тут очень много мух, вот что-что мух и уже липучки полные, и я промазал полностью все агитой. Покраски вот так агитой, вот ту трафаретку тоже агитой, и бочку для воды, где муха, короче, собираются, промазал. И все равно муха много, ну как меньше, но богатенько. Вот так я ставлю шлангу, поставил, и нажимаю только на колодязи кнопочку. И вот все, пешком движение. И стою вот тут, а это вот, получается, вы побачили процесс работы с утра управка. Рассыпал, ну я перед этим, этим рассыпал. И вот так вот воду. И пока воду набираю, стою, делюсь. Стены более-менее, ну как, уже начали вымазывать, ну более-менее нормальные. Сказать, что тут все в навозе, не скажешь, потому что все более-менее тоже чисто. Вот хочешь замерять, ради интереса, сколько же они набрали уже в отходе в жизнедеятельности своих. Так что я тут... Вот тут она защёлки всегда шеринкой зацепляюся. Ой, все вообще килограмм по восемьдесят, чебицы эти. Здоровье. Просовываем ущелку, так, ну дивимся, арматура суха. Дивимся, сколько ж накакали уже. Ну там таке, типа, як йогурт. Витягиваю. Пять сантиметров. Пять сантиметров. Оно тут, а це получается тут середана, а тут типа, выше точка. А, тут вообще, я чувствую, что тут вообще мало-мало. Ну тут аж так само. А тут, а вот где нижняя точка. То есть получается там я зробил уклон сюда, вот сейчас на нижню точку. Ну, так само, грубо говоря. Ну, оно то нижняя точка. Да. А, а ну текай. Пш. 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 А тут-то у нас, а тут-то у нас отстойник. Яма для... Чи вона тут-то. А, о, ось. Яма для выкачки. А, не, не тут-то. Де, де ця яма, ё-моё. Текай. Пш. 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 Чи цей е яма тут. А, цена ена е яма. Ну, а так. Одна вода. Пш. 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 Да, одна вода. Получается, яка ситуация. Мы то трошки, как набирали, набрали вот стойник и трошки воно розповзлося по днищу. Ну, может воно где дилася, хто его знает. Ну, да. Как я думаю, если воно уже будет набираться, подимемся, на каком этапе будем. Если их будет уже половину меньше, потому что ци вси підуть на декабрь. Я цю половину перекрываю сюда перегородкой. И спокойно могу открыть собі люк весь. Если надо, набрать еще води, размешать это все венчиком и выкачивать. У меня снимается одна плита и у меня получается, ось отсюда я можу везде доставать. Ну, даже если и выгребти надо. Ну, я вам скажу так, выгребти получается, если раз в пів года, или в пять месяцев, а хоть и в четыре, воно это стоит. Потому что вот я вам показываю. Вода набирается, корм рассыпал и все. И это я еще вечером сделаю тут проверку. Подивлюсь, если корма где будет мало, то корма добавляю и все. Видите, воду уже не буду набирать, воду завтра утром. Ну, вон ходят, кто где. Вон падают гельцыки и сами же их проталкивают потом ногами. Также я тут хочу еще сделать прозрачную трубку, где-то сантиметра два в диаметре. Вот, можно так помить. Ну, мы сейчас не будем. Сейчас я воду выключу. А если литом, можно прямо вон и тут, а керхером стены помыть, и плиты все помыть. Ось, а пока тут трошки уже все чисты. Плита чиста. А ну тебе. Ну, это так, к примеру. Сейчас я выключу. И все, крышку закрываю, чтобы туда мухи не залетали. Ну, она, в принципе, закрыта. Так и не доказал. Сделаю трубку оттуда прозрачную. Вот тут на повороте или оттуда. Ну, короче, десь оттуда. И я по этой трубке буду видеть, сколько у меня набираются воды. Бо вы видели только, что я не вижу, когда полное. Ну, и оно трошки вытекало. Ну, то ничего страшного, что вытекает. Ну, просто, чтобы я видел. И понимал, сколько утром у них воды, сколько они выпивают. То есть, это все хочу сделать. Ну, а так мне очень удобно. Мне не надо делать клапан, чтобы сам включал насос. Ну, то есть, зачем? Если я так сделаю, только у меня тут будет шланга висеть. Оттуда. А тут будет на крышке приемник такий. Спаяю из трубки. И все. И шлангу потянул, включил. Набрал опять, взмотал зимой, повесил сюда. Тут у меня, ну, сколько, 4 метра или 5. И думаю, вот так. Ну, я сам даже сейчас замечаю, как они подросли. Особенно эти, которые на 20 дней старше. Ну, ось, допустим. Ну, реально, килограмм. Больше 80 килограмм. Это сколько мы думали им? Мы что-то считали. Получается, этим пішел уже, грубо говоря, 2,5 месяца, да? Да, десь так. Пів месяца прошло после заваживания. Десь так. Ну, я грубо. Я не точно грубо. Два с половиной, а цим три с половиной. Ну, получается правильно. Під 4 месяца они должны быть 100 килограмм минимум. Ну, так и есть, да. А в 5, 120-130. А так стоишь, я бачу, что вода. Ну, вроде бы не дышь, она не должна деваться. Я же промазал и грунтовал и сколько раз. И гидромастикой промазал. То есть, на самом деле, не много. Я даже не знаю, куда девается вся вода. Сколько набираем днём и где она. Ну, она тут на 12 кубов. Ну, примерно, короче, десь так. Следующий раз будем про это видео снимать, про этот сарай, то уже будем убирать перегородку. Я смотрю, смотрю. Вони тут, как лежат, уже перенюхаются, облизываются. Ну, короче, они уже подружились. Я думаю, битвы в них не будет. Драк особо не в цих не было, не в цих не было. Хотя все сидели по разным клеткам. Ци были разделены на две клетки и эти на две клетки. Драк. Вот в первый день что-то там выясняли и всё. Ну, а теперь мне самое главное убрать перегородку. И хай воно, как они будут реагировать. Ось, дивлюся, уже им поилка низковата. Надо поилку трошки выше поднимать. Чуть-чуть яйца и можно чуть-чуть. Уже подростковый. Ты шо тут какаешь? Чи шо ты рубишь? И тут а так само. Чуть-чуть. Ну, это наверное высоко. Вот так. Поподростали вы. А где мой этот? Вухастик. Вухастик. Вухастик с задраным ухом. Где ты есть? Вухастик. А, ось у него в ухо. А, ось он. Жеблик. Ось он в них. Иди сюда. Ось. Завертишь. Ось, дивиться, намочив. И сразу все раз и очистилось. И провалилося. Грубо говоря, как тепло. Да. Кёрхер включил, зайшов в стены, помил. Сразу с кёрхера. И плит розмочил раз. Другий. А третий раз змивуся. Воно все туда провалилося и все чистое. Ну, как бы я так думаю. И кстати. Насчет витяжок. Однозначно перекрывать ей не надо. То, что я делал заслонку. Вона и зимой должна быть открыта. Это уже я понял. Так же. Это что сегодня холодно. И вчера целый день был дождь. Тоже было холодно. В сарае тут отлично. Но это перед этим было теплее. В сарае так, ну, я думаю, 30 плюс. Жарко было. Воно сухий воздух, но жарко. Поэтому от этого векна, хоть оно полностью открыто, все равно литом, я думаю, будет не хватать. Я так просто надеюсь, что если я на лето открыю вот эти двери. У меня с той стороны в основном витер. Открию двери, а там будет решетка с арматурой. И оттуда будет поддув. То, может, будет более-менее. И эти двери открыты. А так, может, даже придется ставить какой-то вентилятор на приток или на витяжку. Потому что если их будет 20 штук во время жары, литом, то, может, и мало будет этого, что есть. Надо будет ставить что-то принудительное. Ну, это возможно. Мы поднимемся по ситуации, как оно будет. Ну, это уже будут другие. Этих уже не будет, конечно, до лета. Ну, просто будем наблюдать за этим. Возможно. Бо мне пишут, что по-любому ты будешь ставить витяжки, какие-то вентиляторы. Может быть, буду ставить. Потому что я же не знаю, как оно будет. Сейчас пока нормально. На всю зиму тоже оно нормально будет. Ну, а как там дальше, во время жары, оно покажет. Тут здания теплые и их много. Ну, вот так. В тот день, как я снимал ролики, я так и не добурил. Не добурил по одной простой причине. У меня взломался бур. Как взломался бур. Тут эта сторона усилена. Тут сразу идет шнек. Она держится. Ну, так, более-менее. А вторая сторона, ну, я вам покажу вот сбоку. Вот так просто была приварена такая вот пластинка. Приварена и типа жнаточена. И она у меня все время выгиналась. Она что корни, то камни. И я постоянно, короче, ее ровняв типа молотком. И она взломалась. И вот сейчас, вот так ее усилил. Сейчас это обрежу. Примерно, примерно, ось вот так. Ось. Вот это сейчас обрежу. И заточу кромку. И на этом, я думаю, все. И я забуду, что такое ломается бур. Потому что вот это будет, оно уже будет держать. Сейчас вот тут заточу, тут подточу. И можно будет добить. У нас все замочило. И там, где я бурил, очень здоровая глина. И глияк прям не видел. Потому что там, где мы начали дальше бурить. Там такая тверда глина, что даже бур, ну, выгинался. Это это ты не втянешь. То есть, очень тяжело. У меня после того дня все мышцы до сих пор даже сейчас болят, как я от обур тягал. Ну, а это думаю, сейчас уже продолжу. Сейчас более-менее погодка нормальная. И также я вчера поехал, купил вот такие вот пластины. Пластины, эти мне надо на ферму, на косинки. Я потом покажу конкретно. Их я купил, получается, вот таких 10 штук. Они по 1,5 метра, 10 штук, то есть 15 метров погонных. И знаете, сколько я заплатил за 15 метров погонных? Почти 1000 гривен. 62 или 65 гривен метров цей пластинки. Толщина 4 миллиметра, ширина 40 миллиметров. Мне они надо на ферму. Я их купил, ну, если на метраж, 10 и 5. 15 метров погонных. Ну, вот и выходишь 900... Ну, короче, 1000 гривен. А если бы я купил... А, и пишут, кстати, что трубы на металлобазе в разных городах, мне пишут, от 45 до 60 тысяч тонн. Вот такая труба в тоннажу. А я прикинул, это же я так думаю, что у меня тут пару тонн. Ну, чуть больше, чем 2 тонны. А они же у меня разные. Я там, я вважив, только одну... Одну поставку мне привозили. Я купил 980 килограмм. Ну, грубо говоря, тонна. Это одна. Я привозил три раза. То есть я подивлюся... Какие трубы я брал просто по погонным метрам. То есть считалось по метражам или по штучному. И вот, смотрите, вот я взял ее по штучному или по метражам. Тут толщина 8 миллиметров. И таких тоже много труб на стойке. И, то есть, тут получается, у меня, если так все прикинуть, может даже и 3 тонны трубы. Если купить ее новую, то я представляю, сколько она будет стоить. Вон я сами шинки купил, а уже сколько стоит. Ну, короче, вот так. Короче, вот таки у нас сегодня выпуск. Ну, сарай показал, померяли, что сколько. И по ангару тоже рассказал, показал. И также мне пишут по ангару, что в первый момент, ну, я и знал, что это будут писать, что типа, что я беру вот такие сваи, это очень мало, очень слабое. Надо делать нормальную заливку сантиметров 20, площадку. Надо по периметру, где я ставлю колони, заливать отмозг из цели, то есть нормально бетоном заливать, а тогда площадку заливать, а тогда ставить. Друзья, я их сделал не один десяток ангаров. И скажу вам честно, такой маленький ангар, как это я в себе делаю, ну, ширина 10 метров, я еще не делал. Это очень маленький. Мы делали, начиная от 16 метров, и заканчивается 30 метров ширина без единої опоры внутри. И мои ангары вот по Харьковской области, в других областях стоят, и не один еще не впал. Их очень много, что мы поставили, и я вам скажу, не один не впал. Я смотрю на ютубе, делают там по периметру, или стаканьяки вот такие заливают, или заливают полностью бетоном сантиметров 40-50, делают опалубку, заливают в закладни, потом туда приваривают, а приваривают стоечки 60 на 40, или там 60 на 60, ферма из 40 на 40, ну, то есть, таке все бздюшечка, а таки делают фундаменты. Я вам скажу, можно по идее, я могу с Венгард сделать вообще без фундаментов. Вот так, как я бурю под фундаменты, вкинуть туда трубу и просто засыпать песком с сементом сухим, ну, горцовкой, и все. Вы скажете, а воно сяде, воно просяде. Никуда воно не сяде, никуда воно не просяде. Главное, чтобы была какая-то точка опоры, и фундаменты свои особо ничего не держат, если нормально сделать диагональные связи везде по всем стенам, по периметру стен ангара. Короче, кто думает делать ангар, смотрите, как я делаю это себе. Повторяйте так же и с минимальными затратами построите себе ангар. Без фанатизма, без этих заливок, по пів метра, чтобы крепко было. Ну, оно того не стоит. Если все правильно сделать, то оно будет стоять тысячу лет. Ну, я так постепенно буду рассказывать, показывать. Так, как я делаю, борю себе ось этим шнеком. Хай, ну, грубо говоря, свая получается в чистоте, оно же ее разбивает 250 мм на 80-90. Чего хватит с головой, чтобы оно стояло и никуда не делилось. Я не делаю упор, что труба вот так будет выгинаться на этой свае, или все трубы. Они не будут выгинаться. Если ангар стоит, допустим, скажем так, вот он стоит, и все в него разварено. Он стоят, как коробочка, если крепко. А если надеяться только на то, что оно в земле держится, чтобы не впало, то это грош цена конструктору. Это так же должно быть. Варим мы, допустим, киоск 6х6. Мы же его варим как? Чтобы его взять, перевезти, поставить ее там где угодно. Ну, вот вагон взял тут и поставил, или перенес уже ему там 40 лет. И его переносит из места на место. Так же ангар, только в здоровой пропорции. Ну, и его переносить, конечно, не надо. Ангар никак не переносишь. Он может стоять сам по себе. Вот, допустим, я могу вообще ангар поставить, металлическую пластину на землю, и так каждый это. Он просадки не боится. И плюс-минус 5 сантиметров, оно роль не играет на вот такие ангары, на саму конструкцию. Ось стоит. Главное лишь бы хорошего устойчивого места было, где оно стоит. стоять колонны. И все. А тут все воно между собой переваривается, что оно будет, как монолитная стена. Я сейчас даже примерно веду. Вот оно будет получаться. Вот, допустим, если площадка нормальная, ну, точка опоры для ангара. А вот стена. Стена должна быть с конструкцией пороблена, как типа одна крепкая несущая часть. Ну вот, допустим, поставили мы стены на землю, просто на хорошую твердую почву. Ось. Куда оно динется? И так само напротив тоже стена так само. А с верху стоять эти же сами фермы. Только фермы надо ставить не наверх, вот так. Оп. Все. И если вот так закрепить, и тут заварить вдоль, и тут, они уже вот так ходить не будут, стены не впадут. А у нас, если ферма, она должна ставиться наверх. Наверх, вот то оно и слабанно. Тогда надежда только на землю, что земельные стаканчики или фундаменты выдержат стенку. А если мы ее заварим внутрь, ферму вот так, и обварим вот тут все, она никуда уже не динется. И еще и кинем косинки. Ну, короче, это, не знаю, правильно, я неправильно объяснил те, что я думаю. Ну, кто хочет, что-то поймёт, кто не хочет, что-то подскажет. То есть не самое главное фундамент. Он у меня стакан, ой, скажу, стакан, в сарайе то есть стоять без фундаментов. Там нема фундаментів. Там просто на песок зверху залита плита. Мы сами заливали сантиметров десять. И все. Из 2014, по-моему, стоит. Из 2012 года стоит и нема никаких проблем. Или восьмый, да? В 2008, наверное. Та надо идти там надпись есть в каком году. И стоит хоть бы что. Чего они не проваливаются? Так это из газоблока. Ну, трещины там есть, бо Боря подкапывал, как там были куры. Боря копал под сараем, под плитой, чтобы залезти по курей. Вначале хватал курей. Ну, сейчас уже это понятно. Он перерез. И там появились трещины, где он повикапывал. Ну, тем не менее, трещина и все. И все. И стоять будет еще тысячу лет. Поэтому таки фундаментяки робить, а стоечки ставить 60 на 40, и фермы 40 на 40, оно того не стоит. И, как бы, не самое главное, что крепкий фундамент. Если крепкий фундамент, как мы, допустим, бурим сваю на ангаре. Робим ангар, допустим, 24 метра. Мы вызываем бур и бурим буром на 24 метра. Висота 8-9 метров. 24 метра ангар без опор внутри. Мы бурим буром 60. 60 или 55. Машина приезжает и бурит. Бурили метр 80. Так это какой ангар? Там ферма металлическая металлическая. Одна. Ставится с расстоянием 6 метров. Какие там нагрузки? А что тут у меня этот бздюшечник? Через каждые 2 метра идут опоры. Это очень много. Это еще даже с перестраховкой. Фермы вот такие на 10-метровый ангар. Фермы 50 сантиметров. Из такой трубы все разварено. Все. То есть, то уже через чур. Я же вижу, как строят. Я смотрю на ютубе, как другие строят. Ну там не то, что перестраховка, а просто, я бы сказал, перестраховка без ума. Ну воно вкидывают деньги, а воно не надо. Так само и это. Ну, дойдем до... Мне же так само сказали, что сарай упадет. Ви помните, сарай упадет в тебя. Крыша завалится. Одна зима, воно так разгорится. Крысы вынесут весь пін. Ни одной мыши в сарае нема. Було в начале, а там біля кабінету воно терласть, витравили мышку. Нема там ни криз, ни миш, ніхто не шкребе, нигде нічого. И криша стоит. А там тоже, там побурено ручным, вообще бурчиком, по-моему, вот такие ось сваечки манюньки. Детвора бурили. Богданин с его одноклассником. И заливали маленькие эти. Ставил, тоже приваривал стойки, все позвязывал. Поставил кришу. И первую зиму она стояла без труб внутри. Я только три троса кинул, ну, чтобы на стены нагрузка идёт. А потом уже, как уже укривали потолок, то я поставил по центру опоры. Чтобы несущие были для клеток и для колиток. И использовал её как опора центра криши. То есть вот так. И так само мне писали слабе, упаде. И вон сараем, если честно, не нарадуюсь. И там сарай получается 8 на 16. Да, 8 на 16. А ангар будет 10 на 12. Так ангар сравнить, как этот. И оттил у меня 8 метров. Я поставил с дерева, сбил со стропил 150 на 50. Стропильную пару и стояла хоть бы что. Ну там да, там окон. А тут получается ровная форма. Но тем не менее. То есть кто хочет. Трошки дивиться. Вникайте. И соби из хламизника сделайте нормальный ангар. Что вам еще и завидовать будет. Ну оно же как вот так делаешь из хлама. Оно все некрасиво кажется. А что оно будет? А окончательный результат будет совершенно другой. Так что прошу любить и жаловать. С уважением. Водолага Станислав. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...